Свыше 100 нарушений зафиксировала прокуратура Ненецкого округа в сфере содержания, эксплуатации и строительства дорог. Их удалось выявить после обращения жителей города и в результате проверок ведомства. Неисполнение дорожного законодательства стало темой круглого стола. Инициатор большой встречи представителей дорожной деятельности и транспорта прокуратура Ненецкого округа. Надзор в сфере соблюдения законодательства в дорожной деятельности – одно из полномочий ведомства. Подводя итоги 2015 года, прокуратура представила анализ выявленных нарушений. Примером может послужить ненадлежащее содержание и состояние зимника. Недостаточное взаимодействие подрядчика и заказчика привело к информационному вакууму. Неосведомлённые водители выезжали на снежную трассу и сутками стояли в непроходимых условиях. Анализ практики прокуратного назора свидетельствует о том, что на сегодня, до настоящего времени, это вопрос содержания дорог, строительства и реконструкции, либо пройдения их капитального ремонта. По словам начальника управления дорожной деятельности и транспорта региона, с окружными дорогами на сегодня проблем нет. В этом году был проведён текущий ремонт, определён подрядчик на строительство дороги на Ренмар-Усинск. С городскими трассами всё сложнее. По словам Александра Гончарова, проблемы появляются с момента проектирования. Так, из-за некачественной планировки, всё ещё не удалось окончательно сдать дорогу по улице Российская. Там должно было быть построено 4 километра 700 метров дорог, это 5 улиц. Контракт должен был бы завершиться год и три месяца назад, но этого не случилось по причине того, что были грубые нарушения со стороны подрядной организации. То есть они отступили от проекта и по сей день этот вопрос не решился. Александр Рудаков считает, что конфликты подрядчика и заказчика возникают из-за недостаточного взаимодействия. Где заказчики-то все? Почему во время строительства вот эти вот меры не принимаются? Там есть законные меры, контракт, там всё оговорено. Но тут же у нас выходит, вот всё, конец, контракт сдаётся, в итоге идёт дикое неосвоение, в итоге претензии обоюдные. В Заполярном районе проблемой остаётся нормативное оформление дорог. Только 45 километров сельских трасс имеют правоустанавливающие документы. По итогам круглого стола прокуратурой будут запланированы необходимые мероприятия.